Мы могли прославить Его, как подобает, привести себя, просто пригласить Бога на это место и привести себя в то состояние, в котором Он на самом деле может прийти, в котором мы можем Его почтить. Господь, мы благодарим Тебя, Боже. Мы превозносим Тебя, Боже. Мы славим Тебя, Господь. Боже, мы благословляем Твое имя. Мы благодарим, Господь, за то, что милость Твоя обновилась над нами, Господь. Сегодня утром мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открываешь наши глаза, за то, что мы живы и здоровы, Господь, за то, что мы не имеем ни в чем нужды, Господь. Боже, мы благодарим Тебя за жертву Твою, Боже, святую, Господь. Мы благодарим за кровь святую, за кровь завета, за тело ломимое, за каждого из нас. Боже, спасибо Тебе, дорогой. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты сейчас просто приходил сюда, чтобы Ты пришел, чтобы Ты коснулся нас, Господь. Боже, открой наши уста, Боже, открой наше сердце, Господь, Боже, и вложи в нас, Боже, хвалу, вложи поклонение, Господь, пусть дух поклонения придет сейчас на это место, Боже, помоги нам просто прославить Тебя, Господь, и взыскать Тебя всем сердцем, Господь. Мы просим, благослови нас, Боже, благослови наше служение сегодня, Боже, благослови братьев и сестер, Господь, тех, кто в дороге, тех, кто пришел, Боже, помоги открыться для Тебя, Боже, и получить то, за чем пришел, Боже, для кого исцеление, для кого покаяние, Боже, для кого спасение, Боже, мы благодарим Тебя. Боже, мы также, Господь, благословляем наше прославление, Боже, и мы просим, чтобы просто, Господь, мы были, Господь, в одном духе с Тобою. Слава Тебе, Господь, мы почитаем, мы любим, мы славим Тебя и превозносим Твое святое имя, нашего единого и единственного Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Амин. Аллилуйя. С праздником вас, дорогие. Шаббат шалом. 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 Бог наш план. Поем и славен. Бог наш план. Поскликнем мы. Бог наш план. И нет сомнений. Бог наш план. Скажи о ней. И размышляя, как любит Он. Моё сердце нас твое хвалою, И я танцую в любви пред ним, Отдаюсь ему ты душой. Бог наш власть, поём и славим, Бог наш власть, Последним мы, Бог наш власть, И нет сомнений, Бог наш власть, скажи аминь, И размышляя, как любит он, Моё сердце нас твое хвалою, И я танцую в любви пред ним, Отдаюсь ему ты душой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Shalom Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Shalom 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Небеса открой, славою своей, землю всю покрой, слушай, Исраэль, Господь любит. 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 Исраэль, Господь един. Господь един. Господь един. Исраэль, Господь един. Единый, Великий Святой, преклоняемся пред Тобой, поклоняемся Тебе, Господь. Исраэль, Господь любит. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слава греха, свободен я, Я сарасканца престол, И в Иисусе оживлён. Искуплен я, кровью лампца святого, Стал сыном я, всемогущего Бога. Искуплен я, кровью лампца святого, Стал сыном я, всемогущего Бога. Сальцарей, святый Бог, Распят на воскресенье, Чудный друг, Создатель всей земли, Альфа и Амера. Сальцарей, святый Бог, Распят на воскресенье, Чудный друг, Создатель всей земли, Альфа и Амера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дорогая Церковь Помолитесь за моих детей и внуков Нуждаясь в жилье и работе Жду от Бога чудо Прошу молиться за девочку шести лет У нее половина мозга работает А вторая половина спит Врачи ничего не обещают Прошу молиться за родственницу Дамира из Москвы Которая первый раз в храме И уповает на Господа об исцелении от головных болей Церковь прошу молиться за спасение моих детей Ростислава и его семью Марианну и ее семью Аллилуйя Господь прошу исправь моего сына Славу избавь его от водки Дай мне нормальную пятидневную работу Господь исцели мою дочь Таню Проблемы бесы одолели Аллилуйя Будем молиться за исцеление Прошу церковь молиться за благополучное проведение операции на сердце у Владимира Молюсь о мудрости для детей Натальи и Тани Спасение Есть много записок Каждый кто писал Бог знает Бог не человек чтобы ему изменяться Сказал или не сделает Отец Небесный мы благодарим тебя Господь Благодарим тебя за то что ты сказал в своем слове Что у нас есть будущность и надежда и ты не изменяешься Благодарим тебя Господь за то что ты сказал и сделаешь Благодарим тебя за исцеление Леонида во имя Иисуса Христа От сахарного диабета во имя Иисуса Христа Пусть будет постыжен эта болезнь Пусть это постыжено будет, это название болезни в его жизни во имя Иисуса Христа. Оставь его во имя Иисуса Христа. Диабет повелеваем, оставь его во имя Иисуса Христа. Телу принять исцеление, эндокринной системе принять исцеление. Всем функциям организма принять исцеление во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за исцеление людей от рака во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за сокрушенную головную боль во имя Иисуса. Боль головная оставляет народ Божий во имя Иисуса Христа. Боль позвоночники во имя Иисуса. Мы повелеваем Тебе оставь народ Божий во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы просто повелеваем сейчас всякому духу противящемуся, духу бесовскому, духу иззада. Во имя Иисуса, оставь детей наших во имя Иисуса Христа. О, Раба Шанда, Ла, Раба Кондо, Ла, Роба Кусия. О, Роба, Дух Антихриста, оставляй наших детей во имя Иисуса Христа. Ла, Бро, Коша, их разум оставляй во имя Иисуса Христа. Ла, Бро, Бро, Коша, всякая сила, сколывающая, парализующая разум наших детей. Во имя Иисуса, оставляй, повелеваем Тебе прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя! Дух Святой, наполняй наших детей! Дух Святой, наполняй больных людей! Дух Святой, наполняй жаждущие сердца! Дух Святой, касайся, Господь! Пусть будут разрушены все стены неверия во имя Иисуса Христа! Благодарим Тебя, Господь. Дай нам уцепиться за это Слово Твое, что Ты не человек, скажешь ли или не сделаешь. Во имя Иисуса Христа. Пусть придет это откровение. Пусть это будет на наших устах каждый день. Во имя Иисуса. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за миссионеров, которые трудятся. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты охраняешь каждого миссионера, каждого служителя Божьего, каждого дитя Божьего Ты охраняешь, Господь. У Тебя есть защита спереди, сзади, сверху, снизу, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что Ты хранящий, что Ты не дремлешь, что Ты не спишь, Господь. И когда мы пойдем в долину и смертные тени, мы не боимся зла, потому что у нас есть обещание, что Ты с нами, Господь. Благодарим Тебя. Ты с нашими детьми, Господь. Где бы они ни были, Господь, для Тебя нету, Господь, разницы. места темные, скрытые, или какие-то вообще невидимые, Господь, ты проникаешь, Господь, в темные места. Ты, Господь, Бог света, Господь. Ты сказал, что придет. Ты есть свет, Господь, этому миру. Пусть свет Твой, Господь, приходит в жизни наших детей. Самые темные места, Господь, места в сердец, места разума во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть свет Твой, пусть откровение Слова Твоего приходит во имя Иисуса Христа. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Этот мир нуждается в Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Мы благословляем, Господь, власти этой страны, Господь. Благословляем президента, Господь. Господи, говори к нему, Господь. Господь, в его тайных местах, Господь, где он один, Господь. Где он, Господь, один, Господь. Где нет никого, Господь. Говори к нему тогда, Господь. Посылай ему людей. Господь, поставь таких людей, как Даниил, Господь, рядом с Ним, Господь, поставь людей, таких, которые говорили бы Ему, Господь, о Твоих законах, Господь, которые говорили бы Ему, Господь, к Его сердцу во имя Иисуса Христа, к Его Духу, Господь, не к Его разуму, а к Его Духу, Господь, поставь людей, которые будут говорить законы Твои, Господь, измени, Господь, Его разум, отношения, Господь, по отношению к христианству, Господь, пусть Он узнает, что единственный путь спасения, это есть Иисус Христос. Во имя Иисуса просим Тебя за все власти и начальства, Господь, в этом городе, за полицейских, Господь, за мэров, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Посещай, Господь, их кабинеты. Посещай, Господь, их тогда, когда никого нет, Господь. Говори к ним явно, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Верховный суд судей этой земли, Господь. Боже, касайся сердец их, Господь. Изменяй их разум, Господь. Давай им, Господи, откровение, Господь, об истине, Господь, что есть, Господь, правда, что есть ложь, Господь. Господь, дай им видение, Господь, на многие годы вперед, Господь, чтобы законы принимались такие, которые Господь не будет вредить людям в этой стране во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, благословляем Твое святое имя. Господь, народ Твой Израиля, Господь, обрати к себе, Господь, больше, Господь, говори к Нему, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Ты сказал, что Ты не успокоишься, Господь, Ты сказал, что Ты не остановишься, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь, благословляем Твой народ. Мы просим Твоего мира Иерусалиму, Господь. Благоденствие в стенах Иерусалима добудет во имя Иисуса Христа, Господь. Господь, многие люди, Господь, приходят и уходят, как злак завянущий, Господь, как трава иссохшая, Господь. Но Израиль будет стоять, Господь. Ты сказал, что всякий проклинающий народ Твой, Господь, он попадает под проклятие. Мы благодарим Тебя, кто благословляет Твой народ. Благословен во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благословляем народ Твой Израиля, Господь. Мы благословляем эту землю, землю Израиля во имя Иисуса Христа, Господь. Всякая нога, вступающая на эту землю, пусть Господь думает о Тебе, Господь, Боге живом, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, благословляем Твое святое имя, Господь. Мы благословляем друг друга, Господь, здесь, на этом месте, Господь. Пусть слава Твоя, пусть Слово Твое, Господь, распространяется в жизни моего брата и сестры здесь, Господь. Всякий, кто слышит, Господь, пусть благословение придет в его жизнь во имя Иисуса Христа, пусть благодать, Господь, пусть помощь придет, Господь, благодарим Тебя, славим Тебя, Господь, Ты наш Бог, Ты наш царь, Ты Иисус, нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись. Благодарим Тебя, что через имя Иисуса мы можем получить спасение, наши дети могут получить спасение, благодарим Тебя, спасибо Тебе, я и мой дом будем служить Господу, я и мой дом будем служить Господу, это мой выбор, это я говорю, это я избрал, да будет так по слову моему, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Тебе отдаем всю честь и славу Господу нашему во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. 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 Вы можете сесть. Аллилуйя. Аллилуйя. Прежде чем мы принесем Господу десятину, Прежде чем мы будем давать Ему пожертвования, я хотел бы сказать несколько слов. Несколько недель назад, я не помню, кто говорил, здесь кто-то с трибуны, кто-то из пасторов сказал, что дух собственничества у нас есть, который не дает нам давать десятину. Мне понравилось, я даже записал. Дух собственничества. Мы думаем, что десятина – это наша, и мы отдаем ее Богу. Вы знаете, что Бог дает нам все, все сто процентов, все, что у тебя есть. Бог – это твой источник того, что у тебя есть в жизни, твоей рубашки, которую ты одел сегодня, твоих ботинок, твоей машины, на которой ты приехал, твоей квартиры, в которой ты живешь, твоей жены, которая у тебя есть, твоих детей, твоего мужа. Бог, Он дает все, Он дает все, Ему все принадлежит. Мы пользуемся тем, что Он дает нам. Мы имеем право, Бог настолько благоволит нам, что Он дал нам разрешение пользоваться. И вы знаете, что Писание в Малахии, я не буду сейчас как бы читать его, но Писание говорит, если вы хотите, вы можете открыть третью главу Малахии. Там написано, что прежде всего, когда Бог разговаривал к Израилю, и Он говорит, вы знаете, вы и весь народ мой отвергли Меня. И Он говорит своим детям к Израилю, и там задается такой вопрос, чем же мы отвергли тебя? Бог говорит, обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам. Писание говорит, обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам. И после этого там задается такой вопрос, как нам обратиться к тебе? Вы знаете, человек, который Бог призвал, человек сам не приходит к Богу, его Бог призывает. Люди говорят, что я пришел к Богу, это мой выбор. Нет, это ты просто подчинился голосу Божию, того, что Бог соизволил избрать тебя. Он сказал, что ко Мне никто не придет, если я не захочу этого. Поэтому мы приходим к Богу. И вот Израиль, он был, он назывался Божьим народом, и Бог говорит ему, что вы отвернулись от Меня. Он говорит, обратитесь ко Мне. И задается вопрос, как нам обратиться к тебе? И Библия конкретно говорит, что принеси... Первое, что Бог говорит, принесите в дом, хранилище моему приношение. Десятины и приношение. Он говорит, вы все обкрадываете Меня. Вы знаете, первое, первый признак того, что человек отдал свою жизнь к Богу и обратился к Нему, это будет его десятина. Это практически просто первый шаг, который люди говорят, я обратился к Богу, и Бог со мной. Да, Он с тобой, но первый твой шаг, который человек делает, это десятина. Бог говорит, обратитесь ко Мне. Как? Принесите все десятины и приношение. Многие люди думают так же, что приношение могут заменить десятину. Ни в коем случае приношение десятину не заменит. Если человек не дает десятину, значит, что он делает? Он просто не доверяет Богу. Человек, не дающий десятину Господу, он не доверяет Богу свою жизнь. Он не верит тому, что Бог будет содержать его и поможет ему. Я не понимаю, как верующий человек, который... И знаете, у меня было много очень борений в течение моей жизни. Я боролся с тем, что давать десятину, не давать. У меня были моменты, когда я не давал. У меня были откровения. Бывали разные трудные времена, когда было тяжело, нечем было заплатить квартиру, моргидж или еще что-то. Но пока вот такое колебание происходит, тебе тяжело. Но когда только ты получил откровение, что если Бог тебя призвал, и Он является твоим Отцом, то первое, что у тебя возникает, быть верным Ему. Ты не можешь не прийти и не отдать тому, что Его. Что Его. И смотрите как. Писание что нам говорит? Вы знаете, вообще, я верю, что если говорится о приношениях, о пожертвованиях, то этим самым открывается доступ Божьему народу для получения благословения. Если человек не научен о приношениях и десятине, он просто теряет благословение. И люди, когда не учат о десятине и пожертвованиях, они лишают народ возможности получить благословение, которое Бог говорит. Бог говорит, что принесите Мне и посмотрите, проверьте Меня. Это единственное место Писания, где написано испытайте Меня. Почему Бог говорит испытать Его в финансах наших? Не в вере, не в исцелении, не еще в чем-то. В финансах наших. Писание говорит, испытайте Меня. И Я покажу, не открою ли для вас отверстий в небесах и не изолю ли благословение до избытка. Писание говорит, ты скажешь, у Меня нету. Вы знаете что? Если у тебя нету, всегда у человека что-то есть. И если у тебя нету, если ты ничего не даешь, если ты ничего не сеешь, то ты ничего и пожинаешь. И недавание десятины нас лишает основания надеяться на то, что Бог нас благословит. Вы знаете, сейчас одну секунду. И Писание говорит, одну секунду. Десятина дает нам легальное право быть Его сыновьями и дочерями. Это первое, что ожидает от тебя Господь после твоего обращения к Богу. И Писание, это говорит, это дает нам легальное право быть Его сыновьями и дочерями. Да, вы скажете, ага, в Писании написано, в Писании святого апостола Иоанна написано, что всем, кто верующим, кто исповедовал Его имя, Бог дал называться и право быть детьми Божьими. Да, Он дал право называться быть детьми Божьими, но еще есть то, что в семье происходит. Если ты Божий, если ты Его сын, если ты Его Божья дочь, то ты должен первое, что нести к Нему, ты должен в семью нести. Понимаете, как? Смотрите, написано, то есть Десятина дает нам легальное право быть в завете с Ним и быть под Его покровом, под Его защитой. Он говорит, для вас я запрещу пожирателю пожирать плоды земные и виноградная лоза на поле у вас не лежит плодов. Я открою отверстие небесное. Я открою отверстие небесное. Как может человек верить Богу во всем и не верить Ему в Десятине? Скажите мне. Как может человек верить Богу в исцеление, в освобождение? И многие люди, я понимаю, я в своей жизни тоже проходил через это, не получают исцеления, не получают спасения детей или еще чего-то, потому что они не верны в даяние, не верны в Десятине. И знаете, верность твоя в даяние это еще не может покрывать твою неверность в Десятине. Десятина это первое, что Бог ожидает от тебя. Это его Десятина. Написано Десятинами и приношениями. Ошибочно думаешь, что если ты благословляешь кого-то на другой стороне или берешь эту Десятину и благословляешь ее других людей, ты Десятину даешь. Нет, ты не даешь Десятину Господу. Библия говорит, что принесите дом хранилища. Где ты питаешься, где ты получаешь пищу, где за тебя молятся, где тебе проповедуют, в каком месте тебя окружают заботой или чем-то. Если ты в этой церкви находишься, если ты считаешь себя, если ты бежишь в эту церковь, я считаю, что это место, которое ты можешь приносить. Десятинами. А все остальное это уже от тебя. Ты приносишь приношение туда-туда, благословляешь. Бог сказал, что Десятина и приношение, благословение, поэтому сегодня мы давайте возьмем нашу Десятину. Вы знаете, я в прошлый раз говорил, по-моему, это было две недели назад, и я говорил, что вы знаете, Орл Робертс, да, такой был служитель, ему задали вопрос один раз, один пастор ему задал вопрос, говорит, что какие два самых, ну, какие, что самое большее ты получил в своем служении. Человек двигался в служении исцеления, но он говорил, что первое, что я получил, два откровения, два основных принципа, два основных принципа, которые я получил за времена моего служения, я получил, первое, что Бог, это сто процентов, все, что у нас есть, это Он дает, все, что мы имеем, это все от Него, Он источник, Он источник. И второе откровение, Он говорит, я получил, что когда ты можешь посеять свои финансы для определенного урожая, чтобы получить определенный урожай в определенной сфере, и часто люди дают, просто дают, нужно дать, благословить других людей, а что ты ожидаешь получить от этого? Писание говорит, дающий семя сеющему получает что? Урожай. Дающий же семя сеющему подаст обилие посеянному нами и умножит плоды правды нашей. Он дает обилие посеянному. Написано в английской Библии, написано resources. Он даст тебе все необходимое, ресурсы, чтобы получить больше. Потому что если то, что у тебя есть сегодня, ты думаешь, что это твой урожай, этот урожай самым большим и будет. Если у тебя 20 или 100 долларов сегодня, ты самым больше, что он может быть. Но если ты его посеешь, то у тебя, я в определенную сферу, в исцеление свое, в исцеление своих детей, за спасение своих детей, если ты посеешь, ты можешь получить. Ты можешь получить. Поэтому сегодня возьми свою десятину, возьми свои приношения, которые ты принес. И не просто клади их в корзину, а помолись Господу, поблагодари Его за то, что Он тебе дает все. Благодарим тебя, Господь, за то, что ты даешь нам все необходимое для жизни, благочестия, Господь. Благодарим тебя, что твое желание, Господь, намного больше, чем то, чтобы мы достигли вот этого уровня, в котором мы находимся сегодня, Господь. И финансово, и духовно, Господь, и в семье, Господь, и в доме, и в работе, Господь. Это самое, Господь, это не конечное, то, с чего ты хочешь. Ты желаешь намного больше, чтобы мы процветали, чтобы у нас были дети спасенные, чтобы наши родители были спасенные, чтобы у нас были лучшие работы, чтобы у нас были большие заработки, Господь. Это Твое желание, Господь. Один из апостолов молился и говорил, что я хочу, чтобы Ты преуспевал, как преуспевает Душа Твоя. И знаете, что преуспевание не просто души, но еще есть преуспевание, и это не просто преуспевание, денежное количество, а преуспевание это то, что ты можешь быть благословен, можешь иметь благословение в своей жизни во всех сферах, и тебе будет достаточно, и ты можешь благословлять другого. Бог сказал, что я даю тебе, Он дает нам для определенной цели. Для чего? Чтобы мы могли служить в церкви, чтобы мы могли служить другим людям, чтобы мы могли благословлять других людей, и чтобы ты не работал на трех работах, чтобы покрыть свои концы, и не мог служить, не мог читать Библию, не мог молиться, ничего. Бог хочет, чтобы ты был успешным. Вы знаете, успешность – это не количество денег. Количество денег не является критерием успешности. Поэтому, Господь, благодарим Тебя, славим Тебя. Ты Бог наш, верный и милостивый, Господь. Пусть каждый человек, который дает, Господь, благослови и приумножь, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Каждый, кто верный Тебе, Господь, каждому, кому тяжело, Господь, кому не хватает, Господь, Господи, приумножь во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Ты, Господь, говори, что если мы сеем, то мы получаем, мы ожидаем от Тебя урожая, мы верим Тебе, Господь, что мы получим от Тебя, Господь. И Ты сказал, что помни, помни, Господь, что каждый получит по мере добра, которую он сделал для других людей. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови людей, которых сейчас нет работы, которые ищут работу, Господь, которые стучат, чтобы открылась другая работа, Господь, большее, которое может давать избыток во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Дай возможности в бизнесе, Господь. Открывай новые, Господь, идеи, Господь, которые могут воплощаться в нашей жизни, не просто оставаться идеями, но переходить, Господь, и приносить плод, реальный, Господь, во имя Иисуса Христа, для заработка, для пополнения нужд святых во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя. Ибо Ты есть источник, дающий все необходимое для жизни и благочестия. Благодарим Тебя за финансы, за каждый доллар, который Ты даешь нам, Господь, и который мы можем, Господь, просто пользоваться, Господь, и также благословлять Твой дом, Господи, благословлять служителей, благословлять нуждающихся людей. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Царь мой Пустота ворует жизнь, но царство тьмы не сможет победить. Когда Твоя любовь со мною, со Твой, прихожу к Тебе с полной. Если ты меня слышишь, мир наш, Твоим словом затворен, Твоим духом все дышит. Что я могу Тебе отдать, что во мне дано Тобой? Сердце мое прошу принять, вот оно царь мой. И потоком радужной любви наполнил ты свое дитя, Дверь свои чертоги отворил. И даровал Твою лёд, как птицей царной, Прихожу к Тебе с полной. И верю, ты меня слышишь. Милаш, Твоим словом затворен, Твоим духом все дышит. За мной прихожу к Тебе с полной. И верю, ты меня слышишь. Возвращайте его руками. Аллилуй, он достойно, достойно, достойно. Твоя любовь всегда со мною, со Твой, прихожу к Тебе с полной. Теперь ты меня слышишь Мир наш, твоим словом сотворён Твоим духом всё дышит за мной Прихожу к тебе с малой Теперь ты меня слышишь Мир наш, твоим словом сотворён И твоим духом всё дышит за мной Субтитры делал DimaTorzok Аллилуйя Повернись твоему соседу Скажи, ты хорошо сделал, что пришёл Аллилуйя Если твой сосед незнакомый с тобой Познакомь его с собою Не жди, что он сделает это первым Сделай ты шаг навстречу Скажи, меня зовут Я твой брат или сестра в Господе Аллилуйя А то, знаете, в церкви Божьей сидят люди Даже не знаю, кто рядом с ними сидит А ещё бывает и дуются друг на друга Это же духовная семья, правда? Мы же все родственники Через причастие святое мы же одна родня Нету среди нас чужих Нету среди нас каких-то, знаете, чужаков Мы все близкие кровью Христа Аллилуйя Аминь Мы не идеальны, к сожалению Но мы все свои Знаете, родственников надо любить От них никуда не денешься С чужими поссоришься А родственникам потом придёшь Может иногда и деньги попросишь занять Знаете Вот, поэтому Скажи твоему соседу Не знаю, как будет дальше Но я тебя сегодня приветствую Может, ты пригодишься ещё мне когда-нибудь Вы знаете, как Вот бывает такое Что не знаешь, с кем ты рядом сидишь И как жизнь завтра повернётся И что случится Поэтому лучше хорошо со всеми, да? На всякий случай Вот Оно же так вот, знаете Аллилуйя Сегодня у нас такой праздничный день И как всегда не без искушения Вот И не всегда Не без испытаний Но я думаю, что у нас сегодня будет крещение Вот С битвами, так сказать С этими Всякими, знаете Такими препятствиями Мне это очень нравится Это значит, что кто-то по-настоящему Будет водное крещение принимать А сатана прямо аж не хочет Аж не хочет Кран этот начинает ломать Да не получится Да ничего в него не выйдет Понимаете Не порвёшь ты шланги Ничего не выйдет Всё После Голгофа Ты поражён полностью И окончательно Аллилуйя Аллилуйя Всё, что он может Только пытаться И всё Понимаете А победа За народом Божьим Амэн Амэн Аллилуйя Он просто не понимает ещё нас Он знает, что Слабо нас знает Мы же в океан пойдём Если тут не получится Мы же не остановимся Аллилуйя Потому что Христос пошёл до конца И мы пойдём до конца Аллилуйя Слушайте В ложке покрестимся Если надо Но мы сделаем дело Божье Потому что так Нам Иисус показал Идти до конца Амэн Аллилуйя Откройте ваши Библии Если они у вас есть И мы порассуждаем Над Божьим Словом Второе послание Тимофею Откройте Третью главу С первого стиха Знай же Что в последние дни Наступят времена Наступят времена Тяжкие Это про нас Это часть Тяжкие времена Или лёгкие времена Вы знаете Это на самом деле Сегодня Непростое время В которой мы живём И об этом Писание предупреждало Лучше быть предупреждённым Чем застанным врасплох Правильно? Вот Лучше иметь Знание И быть предупреждённым Чем быть застанным Врасплох Я не понял Откуда Как это? Знай же Что в последние дни Наступят времена Тяжкие Ибо Люди будут Самолюбивы Но это не про нас Первый стих был про нас А это про кого-то Сребролюбивы Гордые Надменные Неблагодарные Нечестивые Недружелюбные Непримирительные Клеветники Невоздержанные Жестокие Нелюбящие добра Предатели Наглые Напыщенные Более сластолюбивые Нежели Боголюбивые Имеющие вид благочестия Силы же его Отрещущиеся Таковых удаляйся С такими Легко не будет Вот почему Будет время Тяжкое Все будет Тяжко Все Ничего Легко Не дается Посмотрите Люди хотят Иметь хорошую зарплату Им говорят Очень хорошо В Америке Ты можешь иметь Очень хорошую зарплату В принципе Какую ты хочешь Но Пойди в Калыч На 10 лет Заплати за образование 200 тысяч долларов Потом 20 лет Отдавай долги И твоя хорошая зарплата Будет Служить банкиром Который Житет на твои проценты Спросите Студента За опоздать И на замечание Не попадешь И ничего Тебе скажут Спасибо Что за опоздание Но пришел А на работе Тяжко Попробуй Голова болит Ноги болят Спина болит А не пойду Уволят Находишь в себе силы Встаешь И вперед Машенька Вперед Не расслабляйся Времена-то тяжкие Времена-то тяжкие Все тяжко Ничего легко Нету Только в Голливуде Все красиво И все легко А в жизни То все как тяжко Мы просто научились В Америке Улыбочку носить И делать вид Что у нас все так красиво И легко И некоторые даже верят В эту улыбку Но я вам хочу сказать Что за тем Что сегодня Что-то делается Стоит Очень непростая Посвященная Ответственная Дисциплинированная Жизнь Найдите хороший брак Сегодня И скажите Что людям там легко Если этот брак хороший То там люди Соответственно Ведут себя Жертвуют Прощают Трудятся Рано встают И не ждут Что им кто-то подаст Вот поэтому И хорошо Просто у людей Отличается Понимание Хорошего и плохого Писание говорит Люди будут Самолюбивы Мы в четверг немножко Говорили И сегодня Я хочу продолжить Эту тему Назвать ее Можно по-разному Можно назвать ее Христианство На практике Можно назвать Вера в делах Можно назвать ее Тайна благочестия Потому что Есть на земле Благочестивые люди И каким это образом Им удается Для меня Это тайна Знаете Я видел Много таких Картинок Знаете Где Такой святой человек Прям нарисованный В благоговенном Таком состоянии Знаете Над ним там Этот самый Свет сияет Вот этот Святой человек Понимаете Но на самом деле Я убедился Что эти картинки Они больше сбивают Нас с толку Чем нам помогают Потому что Нам трудно После этого Смотреть на святого человека Который с лопатой Скапывает бабушке огород И помогает Чтобы в нее было Чем-то покушать Перезимовать Понимаете Очень сложно Переключиться С этого святого образа Во свете На человека С грязной лопатой Который скапывает На человека Который пошел И помог сироте На человека Который пошел И кому-то заплатил Бил И никому об этом Не сказал Не похвастался О нем в газетах Не написали Вот трудно поверить Поэтому так мало Благочестия Мы сегодня видим И оно является Какой-то тайною И в последнее время Будет очень непросто И нам Братья и сестры На самом деле Настолько нужно Быть в присутствии Бога Настолько нужно Исполняться духом Нам настолько нужно Быть полным слова Чтобы нам преодолеть Этот дух Обольщения Последнего времени Потому что Сегодня все Работает На публику Только Праведность На публику Святость На публику Добродетель На публику Все что мы делаем Что мне с этого будет Наша азбука Очень проста В последнее время Абы выгода была Знаете азбука Абы выгоды По-украински Называется Абы выгода была Математика Очень простая Азбука жизни Основа жизни Если это выгодно Мы будем делать Но беда наша Что выгоду Мы неправильно понимаем Вы знаете Самое печальное Случается в жизни С людьми Когда человек Закончил жизнь Ушел в ад И напоследок На похоронах За большие деньги Расскажут ему Как ему в раю Будет хорошо Ему там На это последнее Оскорбление Когда он смотрит На свои похороны Из ада И там воспевает Какой крутой Сколько дел Ой-ой-ой Смотри Сколько на похороны Пошло А он говорит Отче Авраам Умоли Бога У меня там братья Они еще не Протрезвели от похорон Они еще празднуют Они еще Всем рассказывают Боже мой Господь Сделай что-нибудь Пошли Лазаря Пусть он воскресен Пусть он отрезвит Пусть он им правду скажет Потому что богатый Не скажет им хорошо Бедные не могут сказать Потому что их никто не слышит Воскреси кого-нибудь Пусть скажет Моим братьям Хотя бы Чтоб они сюда не пришли Хватит одного родственника в аду Откройте послание Первое послание Иоанна Третью главу Седьмого стиха Дети Да не обольщает вас никто Кто делает правду Тот праведен Подобно как он праведен Кто делает грех Тот от дьявола Потому что сначала дьявол согрешил Для этого Той явился Сын Божий Чтобы разрушить Дела Дьявола Скажи Дела Дела Вы знаете Мы сегодня живем Во время Информации Во время Самых таких Знаете Мощных Информационных Войн Если хотите Сегодня не Отсутствие Информации И знания Сегодня Трудно Встретить человека Который не слышал бы Имя Иисус И поэтому Сегодняшние евангелисты Многие они отстают За временем Потому что они Хотят удивить Людей А ты Иисусе Слышал Люди Да слышал Все Больше нечего Говорить Как человека Дальше Евангелизировать Но сегодня Не проблема В слышании Об Иисусе Сегодня не проблема В том что люди Не знают Как пасти Сегодня не проблема В том что люди Не знают Формулу спасения Повторяй за мной Молитву гречника Я тебе выпишу бумажку Пропуск Урай Сегодня не проблема Священнику заплатить Чтобы он тебя отпел На похорнах Сегодня не проблема Чтобы тебя 10 лет После похорона Отпевали Сегодня проблема Что истину Люди не слышат Потому что она смешалась Среди других голосов, очень похожих на истину. И апостол Иоанн говорит, дети, да не обольщает вас никто. Не оправдайтесь никакими красивыми словами. Не оправдайтесь перед Богом никакими красивыми намерениями и желаниями. Сколько людей, которые знают о Боге, достаточно, чтобы Ему служить, но они живут со стилем, я скоро начну Ему служить, я скоро буду жить святой, я скоро приведу свою жизнь в порядок, я скоро покаюсь, я скоро вернусь в церковь. Друг мой, может быть, ты не успеешь? Одна из самых больших войн, которая сегодня проигрывается, это война информации. Сегодня столько загруженных людей. Сегодня столько христиан, живущих в грехе и уверенно шагающих в рай. Просто диву даешься. Вот так начинаешь думать, если бы сегодня на земле все, кто верит в Иисуса, жили благочестиво, братья и сестры, мы бы уже на 50% в раю бы с вами жили. Представление себе, чтобы ты только в церкви хотя бы не остерегался, что тебя не наколют, не пробедут, не обманут, не обкрутят. Только в... Я уже не говорю поза церкви. К сожалению, мы имеем такое христианство, которое верит в прощение, верит в какое-то верование, которое связывает дьявола в каких-то небесах, ведут какие-то войны, разрушают, связывают, а в жизни полный беспредел. Долгов не отдают, на работу не хотят идти, хотят прожить за чей-то счет, нагнуть свою шею, поработать не хотят, в служении им нет времени, церковь им в тягость, пусть поют им, артисты развлекают, давайте заплатим группе прославление, чтобы она нам красиво пела, а мы будем здесь в развалочку сидеть. И церковное собрание вместо служения и поклонения превращается в концерты, извините меня, где просто барабаны уши забивают, и гитары все ведут, а мы с вами стоим. Круто, браток, дает. Жалко, я так не могу. Но вообще-то, ты знаешь, если бы я взялся, еще бы посмотрели, кто лучше. И вот так мы сидим. На самом деле, друзья дорогие, церковное собрание, это не просто музыка, это не просто пение. Мы пришли сюда поклониться Богу, живому и истинному. Что от этого собрания пользы, если все, что я отсюда унес, это головную боль от барабанов, что пользы? Я не против барабанов, барабаны должны, это все нормально. Но если это только это, как часто за этим внешним скрывается внутренняя пустота. Я, братья и сестры, не соглашусь, чтобы мы сюда приходили пустыми, пустыми уходили. Я знаю, что Божий поток, он полон воды, и он наполняет сердца жаждущие, и ищущие его, он готов излить на тебя сегодня столько, сколько тебе нужно. Но наша сегодня проблема, мы засорены, возможно, настолько, что мы даже не можем Духу Святому дать возможности двигаться. Вы посмотрите, какой парадокс у нас получается. Если я спрошу, кто бы не хотел, чтобы Духом Святой сегодня наполнился, не было бы таких людей. Все хотят! Но почему мы не наполняемся? Потому что вот здесь засорено, заполнено другим. И многие вещи, которые в нашей жизни, братья и сестры, связаны с нашими делами. Делишки наши, они нам мешают Духа Святого исполняться. И часто мы на них, может быть, не обращаем должного внимания. Аллилуйя! Друзья дорогие, поверьте, не спасет нас молитва грешника, не спасет нас водное крещение, не спасет нас полное погружение, не спасет нас правильное песнопение. Если мы живем грешной жизнью, ничего это нас нет, никакой роли для нас это не будет играть. Никакой. Это все надо делать. Если мама от тебя плачет, ты 30 лет верующий, мама от тебя плачет. Мама Бога молит за тебя, чтобы тебе откровение пришло, чтобы ты ее начал получать. Скажи мне, какой ты верующий? Если ты basic, basic сын, не можешь понять, у тебя одна единственная мама, ты на руках ее должен носить, сколько она с тобой живет. Это твоя награда пред Богом и благословением жизни. В Библии черный по белому написано. Нет, надо дождаться, когда ее не будет. Вот тогда пойдут цветы, вот тогда внимание, вот тогда прощение, вот тогда мама прости, прости меня, да вот я не замечала. Братья, сестры, да мы же имеем писание, чтобы это у нас не было, чтобы мы, когда мама ушла, мы могли сказать, Господи, слава тебе, что она там, а я еще пойду, у меня еще двоюродный, троюродный, я все услужу. Мне некогда бегать по кладбищам и памятник обслуживать. Я знаю, что мама на небесах. Халилуи. Но в мире все перевернуто. Я помню свои дни с первых похорон, как пастор делал похороны. Знаете, такое не очень приятное, но нужное дело. И знаете, первое всегда запоминается. И я помню. Сам же дрожишь, понимаешь. Каждый раз, когда что-то первое раз делалось, всегда какой-то вот такой. И вот мы. Только библейский институт закончили, начали церковь, и тут раз, двух похорон. Пошли мы на эти похороны. А люди покаялись только в церкви. Вся родня неверующая, только одна сестра. И вот позвали меня оформлять эти похороны. Пришел, смотрю, там завален цветок. Цветок. В Сибири, представляете? Откуда? Вау! Думаю. Ну, мама, наверное, прожила в таком почете эта последняя точка над ими. Вот это, думаю. Ох! Не каждая мама так вот заслужила в жизни. Думаю, вау! Думаю, вот это семья. Вот это мама. А дочери какие? Эти прошли, эти похороны. Только я не мог понять, почему-то одну из дочерей держали под руки все время, чтобы она в гроб не лезла, когда опускались. Она верещала, кричала истерически. Мама, 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 прости меня. Восемнадцать лет я с тобой не разговаривала. Последний раз я слышала твой голос. Восемнадцать лет. И эти цветы были от этой дочери, которая не разговаривала с мамой. Восемнадцать лет. Восемнадцать лет. Пустили гроб. Засыпали землей. Обложили цветами. Красиво. Люди не знают деталей. Я тоже не знал. Я думал, ох, мама. А оказывается, эти цветы были наоборот. Свидетельством. Непорядка. Свидетельством серьезного нарушения. Я здесь не берусь судить маму или дочь. Друзья, дорогие, я только говорю, что нам жизнь дана не для пустых мечтаний. Нам жизнь дана не для благих намерений. Нам жизнь дана не для того, чтобы мы когда-нибудь. Нам жизнь дана, чтобы мы сегодня силой Духа Святого, мудростью Божьего Слова позволили Богу освободить нас от этих проклятий, которые нас, стены строят между нами и мамами, между нами и папами, между папами и детьми, между внуками и бабушками, между родственниками, чтобы они рухнули, эти стены, силой Святого Духа, чтобы спасение пришло в нашу родню. Аллилуйя. Амин. Нам жизнь дана не для того, чтобы мы фантазировали просто и мечтали. Нам жизнь дана каждый день, чтобы мы что-то сделали. Откройте 14 главу Иван Откровения Святого Иоанна Апостола. 14 глава, 13 стих. И услышал я голос с неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Так говорит Дух. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними». И вторая глава, Откровения, послания. Давайте с первой начнем, чтобы нам было понятно в контексте, о чем идет речь. 19 стиха, первой главы, Откровения Иоанна Богослова. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице своей и семи золотых светильников, есть это. Семь звезд, ангелы, семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, семь церквей». И вторая глава, с первого стиха. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Слышите, братья и сестры, где Бог ходит? Кто светильники? Что светильники? Это церкви Божьи, где уходит Бог, среди них, и дальше говорит, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, что они не таковы, а нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, но не изнемогал. Представьте себе, Бог говорит, я все знаю, уже в те времена были лжеапостолы. Представляете себе? Уже в те времена, а что мы думаем про наше время? Что мы так удивляемся? Тот упал, тот спотнулся, тот сблудил, тот... Что мы удивляемся, братья и сестры? Мы на кого ориентируешься держим? Почему сегодня такое христианство внешненькое? Нам нужны звезды, чтобы нас вдохновляли к праведности. Бог говорит, я знаю твои дела. Знает Бог твои дела? Знает Бог дела? Это плохо или хорошо вообще? Почему мы сразу так, знаете, голова в плечи у нас уходит? Знает дела. Слава Богу, что Бог знает дела. Люди не знают, а Бог знает. Бог знает дела. Слушайте, Писание говорит, слушайте, правая рука не знает, что делает левая. Но не когда грешишь, а когда добро делаешь. Потому что когда грешишь, то оно так и получается. А вот когда добро делаем, то почему-то еще не сделала правая, левая уже знает, что будет делать правая. И скажет этой левой или там правой, что может быть не надо так сильно жертвовать. Может быть это ты поторопился, может быть ты так немножко остынь. Дела. Дела. Вы знаете, апостол Павел пророчески говорит, что Иисус придет за церковью, которая будет без пятна и порока. Разницу между пятном и пороком вы устраиваете или нет? Потому что я долгое время даже не понимал, какая разница между пятном и пороком. Бог очистит церковь свою от пятна и от порока. Пятно это то, что мы принесли. Вот я купил костюм, вот рубашку одел, пойду сегодня в суши, а потом вечером буду смотреть, или жена будет смотреть, что Слава кушал, что осталось на ужин. Это пятно свежее. Знаете, может ли она очистить самыми лучшими салфетками, или надо быть в стирку, или в химчистку, сколько это пятно будет там стоить для семейного бюджета. Пятно это то, что приобретено, а вот порок это то, с чему мы даже и винных наших в этом нет. Вот что странно. У вас родинки есть? Есть. А вас за это надо винить? Нет. Знаете, а вот диабет. Хорошая вещь. Но в основном он тоже как он передается нам? По наследству. Приобретенный бывает, кто не бодрствует с Кока-Колой и салом, или сахаром, чем мы там. То есть порок это те вещи, это те греховные наклонности, которые в тебе не из-за тебя. Ты, может быть, мучаешься, ты можешь стыдиться, открыться, попросить помощи, ты можешь стыдиться, позвать, ты борешься с собой, а все, что тебе надо, просто помощь служителю. У наследованные вещи очень часто самые скрываемые. Дед этим страдал, отец этим страдал, и ты от этого мучаешься. И боишься вслух признать. Сегодня некоторые парады устраивают, чтобы доказать, чтобы люди не мучились, знаете, чтобы приняли себя такими, как они есть. Но разве они такие есть? Они намного лучше, просто они об этом не знают. Есть наследованный порок, который люди не могут победить без присутствия Духа Святого и силы святой истины. Потому что Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. От чего? От порока. Писание говорит, как вы носили образ перстного, так будем носить образ небесного. Порочные вещи очень сильно передаются породам, но не имеют значения для Бога. Божий суд все равно будет и на порочные вещи. И ты не оправдаешься, и я не оправдаюся, что это проблема, знаешь, Бог, что я могу сделать? Меня тянуло к этому. Друг мой, если я к этому тянуло, то надо было об этом сказать. И помощь, и попросить приложить усилия, и, может быть, взять пост, чтобы тебе Бог дал ненависть к тому, чтобы тебя уже не тянуло. Потому что тяга чья? Тяга, что не твоя. В Писании написано, что Он производит в нас и хотение, и действие по Своему изволению. Вы знаете, самая важная заповедь из десяти – это первая, самая сложная – десятая. Мы не поняли, наверное, что я сказал. Самая важная заповедь первая, а самая сложная – десятая. А что десятая заповедь говорит? А вот попробуй. А вот попробуй. Друзья, дорогие, ну раз написано «не пожелать», значит, это же не шутка, значит, можно не желать. Значит, есть у Бога помощь для желающих, есть у Бога помощь в отношении желания, чтобы мы могли с этими желаниями избавиться до того, как они стали нашими действиями, и до того, как наши действия стали нашим характером и образом жизни. «Аллилуйя! Есть благодать!» Но мы об этом сегодня не говорим, мы привыкли, чтобы нас гладили. «Ой, какой ты хороший, какой ты прекрасный, ой, все у тебя хорошо!» Восьмой стих. Кто делает грех? Тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Как Сын Божий разрушил дела дьявола? Кто мне вас подскажет? Кто-нибудь знает, как это сделалось? А? Это очень интересно. Потому что многие думают, что Иисус разрушил дела дьявола Своим воскресением. Может быть, смертью. Но Иисус разрушил дела дьявола не только Своим воскресением и Своей смертью. Иисус разрушил дела дьявола делом. Делом. Которое включает страдания. Но еще сюда включено и служение Иисуса. Вы помните, когда Иисус перед Своей смертью омыл ноги ученика? Написано, он делом явил им. Зачем он им помыл ноги? Теологи, многие ломают голову, философствуют, выводят учения. Ответ очень простой. Зачем он эти ноги помыл? Сказать вам? Потому что они были грязные. Вот и все. Умытому нужно только ноги помыть. Люди выведут целые тюрьмы. Снял верхнюю одежду. Полотенцем припаяться. Такие понты религиозные, извините меня. В сердце столько бунта, зависти, противления. Но понтуха на вид моем чистая. Он помыл, потому что были грязные. И нас призывает быть практиками. Христианство это практично очень. Послушайте, это очень практично. 25 глава Матфея говорит, был я голоден, накормили меня. Зачем голодного одевать? Чтобы теплее умереть с голоду было? Красиво. Давайте оденем голодного, потому что нам так удобнее. Нет голодного, накормить надо. Писание говорит, вот пост, который я избрал. Раздели с голодный хлеб твой. Но нет, и что я... Нет, я пост. Я от жрачки на три дня отказался. И Бог видит, как я мучаю. Не то, что не хвори сей, вообще не постятся. Не знают даже. А слушайте, пост, это очень практическая вещь. И предназначен только для одного. Смирить нашу гордыню, которая у нас с каждым больше, чем надо. Бери одну, вторая бесплатно. Был я над, вы меня одеты. Был я болен, и вы меня посетили. Вы знаете, это такое даже какое-то ветхозаветнее отношение. Потому что по Новому Завету вообще по-харизматически это надо... Вы пришли за меня, помолились, руки возложили, и я побежал, как заяц. А что-то про исцеление, заметьте, даже разговора нет. Я знаю, что Писание очень честно. Писание никогда тебя не толкнет туда, где ты провалишься, и не будет успеха. Я скажу, слава Богу, за исцеление. Но есть случаи, когда люди не исцеляются. И кто подставит руки и скажет, что он не согласен. Не исцеляются. Но мы знаем точно, что они в небе, когда они умирают. И умирают в Господе, и Лайдус след за ними. Аллилуйя. Если Иисус их Господь, и они свою жизнь привели в порядок, то мы знаем, где они сегодня. Аллилуйя. Я очень хотел, чтобы мой отец исцелился. Я очень хотел. Но он не исцелился. Он умер. Я скучаю, мне хотелось, чтобы он был рядом. Но я знаю, где он сегодня. Аллилуйя. Слава Господу. Он с Господа. Да. Но Писание говорит, наши действия, наши действия, наши действия, не только когда ты великий целитель. Приди с букетом цветов. Приди с каким-нибудь пирожком. Приди с каким-нибудь соком. И просто скажи, брат, я здесь, чтобы ты знал. Тебе трудно, тебе тяжело. Ты можешь доживать последний день. Но у тебя есть брат во Христе. Я просто пришел тебе сказать, здравствуй, дорогой, поддержать тебя. Разделить твое горе. Как это сильно. Сегодня верующие, которые говорят, а я в госпиталь не пойду. Я себя там плохо чувствую. Но зато на дискотеке хорошо себя чувствуешь. Красиво. Христианство в наших дней. Вау, вандефул. Как попадет среди старых друзей неверующих. Как закатит, юбка слетела, забыла. И сестра, о Господи, там рисуется. Еще и выставляют на интернет все. Как они красиво, сестры, отдыхают. Ты спроси, сестры, вы в госпитале? Когда последний раз больного навещали, который вот-вот доживает? Вы как посетите, так сразу все нормально оденетесь. Сходите, понормально посмотрите. Если вятам не поможет, я сказал в четверг. Да сходите в психушку. Там точно прошибет. Что это не вы там. И не ваши родственники там. Потому что людей там море сегодня. Сидят в этих заведениях. И слава Богу, что это не мы. А если кто-то ваш, то я вам сочувствую, друзья, дорогие. Потому что это беда и горе. И Христос пришел, чтобы разделить нашу ношу. А не для того, чтобы мы смеялись друг на друга. И жили не замечая боли друг друга. Наслаждаясь каким-то наслаждением непонятным. Христианство должно быть практичным. Аллилуйя. Вера должна быть в делах. Аллилуйя. Откройте Евангелие от Матфея. Вернее, от Луки. 18 глава. 17 стиха. Истинно говорю вам. Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И спросил его некто из начальствующих. Учитель благий. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди. Не прелюбодействуй. Не убивай. Не кради. Не лжесредительствуй. Почитай отца твоего и мать. Он же сказал. Все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему. Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за Мною. Я хочу уточнить, пожалуйста, тут такое слово стоит. Не достает тебе. Так что вы можете расслабиться, у кого богатство есть. Речь идет только про того юношу, не про вас. Так что не надо уходить из церкви. Оставайтесь. Вот именно, представьте себе ситуацию, связанную именно с ним. Не надо спешить учение делать. Потому что некоторые, знаете, если вы пойдете сразу сделаете учение, что всем богатым надо раздать все, и только тогда они могут быть вершим. Это неправда. Так не написано. Это конкретно для этого юноши. Именно для него инструкция. Конкретное повеление. Иди и раздай. Видите, это человек, который внешне... Лучше он, может быть, большинство из нас. Меня точно. Потому что я следствия не соблю. Хотя должен был, к сожалению. Потому что я вырос в верующей семье. И я к маме и папе не всегда с его женем относился. Очень жалею, ребята. Но это правда. Что я могу сделать? Поезд ушел. Поздно понял, но понял. Слава Богу. Я когда однажды попросил у мамы с папой прощения, знаете, я уже был пастором. И когда приехали, они были у нас здесь в Нью-Йорке в гостях. Я их привез домой. Себе. И они уже выходят с машины. Я говорю, папочка, мама, дайте мне минуточку вашего внимания. Я еще хочу тут вас кое-что спросить. Ну и спрашиваю, что у нас. Они побыли в церкви. Знаете, такие вдохновленные. Видят благословенную церковь. Благословенный пастор. Как вы ко мне относитесь? Не вау. Как хорошо у вас. Знаете, так. Ну красиво все. Я говорю, я хочу вас попросить прощения. Они еще не побледнели. Когда вы говорили мне, где был, я говорил нигде. Это же был грех. Оказывается. Потому что я все-таки где-то был. А вам, говорю, что нигде не был. Ага. Ладно. Согласный. Было такое. И когда я начал просить прощения, вы знаете, слезы были на глазах у нас троих. Что-то происходит, когда смирение приходит. А я до последней секунды боролся. Просить или не просить? Просить. А я же у Бога попросил. Они уже давно просили. Да? И они так мне сказали. Да, сынок, мы у тебя уже... Я говорю, да. Вы-то меня, да. Но я-то вот, нет. Я-то никогда не просил конкретно за делишку. А вот хочу попросить. От меня не отвалится кусок. И эта ракета у меня станет не меньше. И помазание не меньше станет, если я немножко унижу себя и извинюсь, и попрошу, простите меня. Вы знаете, в этой машине, где мы сидели, атмосфера рая была. Понимаете? Так было хорошо. Не хотелось ни им, ни мне оттуда уходить, потому что туда пришел Бог, потому что туда пришло прощение, потому что туда пришла развязка, потому что произошло конкретное дело. Поэтому нам нужно действовать. Не предполагать, что может простили, не предполагать, что может забыли, не предполагать, что может быть не виноват. Лучше реши конкретно. Вы помните историю из Закхея? Помните, был человек, который просто хотел видеть Иисуса. Был человек, который далек был от закона Моисеева, далек был от принципов закона Божьего, жил, как считал нужным. Пробился, был начальничком, денежки косил из чужих и своих, хватало, направо и налево, но встретился с Иисусом. И мало того встретился, Иисус ему сказал, хочу быть у тебя в доме. В доме? А я не готов к такому повороту. Понимаете, тот был не готов, что попросят все продать, а тот, наверное, был не готов, что попросят в дом. Кто из вас готов? Я скажу, я хочу сейчас после собрания к вам прямо в дом. Пошли к вам. Некоторые сказали, только не отправляйте никому, пожалуйста. Никому не звоните. Вот прямо сейчас, вот просто идем домой к вам. И больше всего он сказал, пастор, дай хоть 10 минут, пожалуйста. Постой у двери, дай я зайду хотя бы, на 2 минуты хотя бы, а потом зайдешь, все, нет проблем. Ну только дай. Вот такие мы люди. И вот Закхиев говорит, мне нужно быть в тебе дома. А я представляю, что там в доме было, Закхиев. Мы знаем, чем там история закончилась. Он говорит, половину и менее я раздам, нищий. Представьте себе, заходят они с Иисусом в дом, а там разложено. Не успели убрать, представляете? Позвонить, телефоном не было. Текст отправили, слушай, ну там прикрой. Заходят, а тут на столе там, вчера только, собирали десятину с евреем. Налоги. И там пачечки. Наверное, первый вопрос Иисуса, Закхей, это что у тебя тут такое? Да, Иисус, у меня такая работа. Да, ты что? А что оно у тебя здесь все лежит? Что ты не отнес в банк? Да, вот так вот. Интересная история заканчивается. Иисус говорит, ныне пришло спасение к дому этому. Почему? Потому что Закхей не рассуждал и не философствовал. Но ты понимаешь, ну я же не виноват, сейчас такое время, понимаешь, сейчас все воруют, сейчас все так живут, ты понимаешь, это же еще чудо, что я еврей стал таким начальником вообще, то вообще-то римские люди должны такие должности занимать. И много бы рассказал, еще сказал бы, в какой благословении за этим стоит. И мог бы Иисусу на выходе сказать, знаешь, Иисус, я очень внимательно послушал твою проповедь, есть над чем подумать. Конечно. То, что ты говоришь, это имеет смысл. Я вот с друзьями хочу об этом поговорить, конечно, я знание, ты знаешь, я конкретно подумаю. Если бы он так сказал, никогда бы не услышал спасение, пришел к дому. Когда он услышал благою весть, он пришел к поступкам конкретным, он понял, что там наворованного больше половины, это раз. А второе, понял, что свою гордыню, добродетелю, только можно хоть как-то ее и свою отверженность исцелить. Понимаете, этого недорослого. Добро начинает делать, исцелишься от отверженности. Делать добро забудут, какого ты роста, и какая у тебя физиономия, и какой у тебя шнобель, кому будет все равно. Приди в больницу, принеси покушать. Кто тебя спросит, какого ты роста, принеси одежду нагому. Кто будет спрашивать, с одной ногой ты или с двумя, лысый или ты бородатый. Кому какая разница, вообще все равно. Делай добро! Халлилуйя! Хорошо искать царства Божьего. Ищите же праздник всего царства Божьего. Но как? Сегодня столько искать. Ищут его царства. Ищут его. Ищут. Рядом человека довезти до церкви надо. Они царство ищут. Так устремились. Брат стоит на остановке. Они в царство прут, чтобы не опоздать. Так остановись. Слушай, пешком идет брат. Предложи, подвезу тебя. Я тебя не только в церковь подвезу. После церкви, если нечем добраться, домой отвезу. Вот это! Царство Божье! Вот так надо рваться! А мы так прям... Если я сейчас остановлюсь, на 10 минут запоздай. Тогда запоздай на 15. Сделай хоть доброе дело. Брат. А ты что? Он в машину сядет. А ты что? Может быть у нее запах не тот? Хорошо, что у тебя там. Вот ты прямо очень правильно пахнешь. Знаете, мы так почему-то устроены, что все кому-то кто-то так пахнем, а Бог все видит. Бог все знает. Сегодня ты подвозишь, а завтра, может быть, тебя подвезут. Понимаете? Еще и сенье, и жатва, о которой пастор Виталий сегодня говорил. И никуда не уйдешь. Все хотят пожать. Но вскопать, посадить, подождать, не у всех хватает сил и терпения. А это принципы Евангелия. Это Царство Божье. Искание Царства Божьего это не значит сесть и вот, Господи, сконцентрироваться не могу. По-восточному в позу, знаете, буду медитировать. Вот, царство, идет царство, уже чувствую, уже мурашки, уже прошибал. Лопату в руки, искать Царство Божье. Веник, кирпичи ложить, траншеи копать, посуду помыть, бабушку подвезти, больного навесить, голодного накормить. Вот это искание Царства Божьего практическое, а не философство. Ты знаешь, пастор говорил, но я понял, не досказал. Там мысли более, пошел в интернет, я еще неделю копал, докопался, ты знаешь, такая тема серьезная. И не заметил, что неделя прошла, и он пальцем не шевелил, чтобы кому-то жизнь рядом с ним стала хоть немножко легче. Друзья дорогие, если мы христиане, если мы верующие люди, если мы клянемся в любви к Богу, рядом с нами люди должны это чувствовать. Это Христос. Христос в деле. Христос днем пахал, а по ночам молился. А мы по ночам спим. Молитвенники такие. Четыре утра встают на молитву, чтобы потом всем сказать, я четыре встаю, а восемь уже опять спят. До двенадцати. И всем рассказывают. Я в четыре. Аппоитмент меня с Богом. И пять лет работу не может найти. Балбеш. Простите меня. Ну Христос, ну не был таким. Ну поверьте мне. Но Христос не молился в то время, когда нужно было работать. Христос молился не за чей-то счет. Христос пришел, чтобы кому-то стало легче. Аллилуйя. Вот это Христос. Христос живой, практичный и реальный. Вот почему простые люди, не обольщенные, не отуманенные религией и другими обольщениями, они бегали за ним, потому что им не хватало этой простоты, этой искренности, этой правды простой. Вот ее нам не хватает. Она нас прошибает. Может, позлимся немножко на этого проповедника, но потом скажем, «Ох, молодец! Так мне и надо!» Давайте мы встанем. мне нравится молитва «Отче наш». как она начинается. Но еще больше нравится, как она заканчивается. Не веди нас в искушение. Избави нас от лукавого. Мир устал. Вы знаете, сегодня столько цирка в церкви. Столько цирка на сцене. Эти гоняния обесывают. Они и те же самые люди. Они и те же самые симптомы. Они и те же самые реакции. Снимают на камере и показывают. Потом ездят по всему миру. Я вот там в той церкви был. Такие проявления были. Друзья, кому нужны проявления? Кому? Если проявление, это с лопатой что-нибудь сделает. Вот это попроявляет себя. Кому? Это же унижает людей. Поговорите с этими людьми. Мое сердце кровью обливается. Встречаю женщину, которая похоронила мужа. Она так верила, что он не умрет. И он так верил, он умер. Я встречаю ее возле церкви. Она говорит, я не могу у церкви зайти. Почему? Она так разрыдается. Пастор, мне так тяжело. Я так верил, а он умер. Я себе спрашивал полчаса проплачивать. Я говорю, да, это больно. Да, это больно. Но мы знаем, что мы на земле, и все мы умрем. Рано или поздно. Но вы знаете, ложная надежда, ложные какие-то, знаете, такие самонастройки. И потом, Бог виноват, и мы в разочаровании. Скажите, что? Он в прекрасном месте, он с Богом, он приготовился, он исповедовался, он в мире. Но люди настроились. У людей свой взгляд, свои учения. Я не могу в церковь зайти. В стена. Я не приступлю порог. Кто пойдет к этой женщине? Не пойдешь ты в порог церкви. Мы к тебе домой пойдем. Мы с тобой поплачем. Мы тебе поможем. У тебя нет мужа. Мы с мужем придем. Мы тебе прикрутим, что тебе надо прикрутить. Мы тебе повесим, что ты не можешь повесить. Мы тебе поддержим. Мы, христиане, практические люди. Мы не только за исцеление молимся. Мы еще можем и шуруп закрутить, если надо, чтобы жизнь была легче на этой земле во время, которое, Библия говорит, будут тяжкие. Да, мы любим свидетельствовать, когда исцеляются от рака. Но когда люди умирают, что жизнь заканчивается с этим? Христос пришел и для таких людей, которые похоронили родственников. Он дал им надежду. И мы должны научиться жить и таких поддерживать, потому что лучшие впереди. Лучшие впереди. Почему? Потому что Бог впереди. Вечность впереди. Радость впереди. Небо впереди. Аллилуйя. Все лучшее впереди. А невзгоды. Мы друг другу нужны. Иисус сказал. Все, что сделали, не сказали. Сказать, конечно, неплохо. Хорошо сказать. Но все, что вы сделали. Сделали. Слушайте меня. Дело. Дело. Не рассуждать. Похороны есть. Бегите на похороны. Кто-то в больнице. Бегите. Знаете, бегите. Это рецепт. Долголетие. Это рецепт сохранить себя от депрессии этого мира. От нагрузок этого мира. От этого всего себя любия. Хватит нам любоваться собой. Самолюбленные христиане. Еще винтоплодие я сегодня выкопал. Представляешь, уже две тысячи накопал еще одну. Так Бог меня любит. Столько мне набей. Просто кайф. Успокойся. Успокойся. Эта дорога в никуда. Самолюбование. С христианством не имеет ничего общего. Кто не возненавидит при том своей самой жизни, сказал Иисус. Кто потеряет ее ради меня, тот обретет ее снова. Аллилуйя. Люди в грехе теряют свою жизнь. И как еще теряют? 12 лет наркоманы отдать героину. Это что такое? 40 лет алкоголизма. Это что такое? Кому подарок? Чья это радость? А Богу служить вдохновения не хватает. Мотивации не хватает. Конференции не хватает. Видения не понимает. Господи. Господи, прости нас. Прости нас, Господь. Господь, открой нам глаза. Господь, открой нам Твое сердце. Открой нам ум, Господь. К разумению Писаний, Господь. Чтобы мы мысли, Господь, не категориями этого мира, не категориями выгоды и предпочтений человеческих. Господи, а мы имели разум Христов. Чтобы служение, жертва, которые в глазах мира полное безумие, были, Господь, несякаемой радостью для каждого из нас. Чтобы мы, Господь, не мечтали о том, чтобы другие сделали, а чтобы мы видели возможности, которые нам даешь, и выложились до конца. Чтобы, когда пристанем при Тобой, сказали, Иисус, я хотел сделать еще больше, но не хватило уже сил. Ты это знаешь. И Ты действительно знаешь тех, кто пашет. Ты действительно знаешь тех, кто трудится. Ты действительно знаешь тех, кто не доедает, не досыпает. Ты действительно знаешь тех, тех, кто делит с голодным хлеб свой, Господь. Ты всех знаешь дела. Отец, я верю Твоему Слову. Ты сказал, что церковь Твоя будет без пятна и порока. Господь, всякая-то наследственность, Господь, гордыня, скупости, жадности, Господь, всякой глупости человеческой, Господь, безбожия, лукавство, Господь, она будет отдалена через присутствие и силу Духа Святого и Слова Твоего в нашей жизни. Господь, наша вера будет деловой, наше христианство будет практично, Господь, и благочесть все наши будут не публичными, а сугубо личным между нами и Тобою. И когда небо откроет все тайны, Господи, будет много радости, что у Тебя были люди, которые не ради людей, не ради славы, а чисто ради любви к Тебе, служили Тебе и делали ближнему то, что они могли бы сделать Тебе самому. Подними такую армию, Господь, это последнее. Подними, Господь, армию доброделателей, подними армию людей, которые не будут обольщены, Господь, внешними успехами, а будут сокращены, Господь, внутренним, истинным, настоящим, крестовым смирением, достигая этого мира, истинной Твоего Слова. Во имя Иисуса мы просим Тебя, Господи. Амин. Если в этом зале есть люди, которые никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вы сегодня здесь, и вы желаете это сделать, и вы желаете отдать свою жизнь Господу. Это прекрасное время для вас сегодня, мы готовы с вами помолиться. Если вы готовы сделать шаг навстречу Богу, Господь ожидает вас. В Писании написано, «Всякого, кто исповедовал меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом моим небесным». Может быть, ты сегодня здесь не для этой причины, может быть, я какие-то другие ожидания, может, тебе нужно чудо, может быть, тебе нужно исцеление, но у Бога, может быть, другие планы для твоей жизни. Бог, может быть, хочет спасти тебя прежде всего. И со спасением придут все остальные благословения. Бог знает тебя, твое имя. И сегодня прекрасная возможность, мы будем рады этой возможности помолиться. Не стесняйтесь, не бойтесь. Мы все проходили через это, потому что так говорит Писание. «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом моим небесным». Поэтому, если такие люди есть, придите сюда, мы с вами совершим молитву, покаяние, пусть поможет вам в этом Господь. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Вы знаете, когда смотришь, то, что сегодня происходит в мире, диву просто даешься. Ехали люди по мосту вчера, обвалились и пошли под воду. 70 тысяч машин в день проезжают через мост, но кто-то пошел под воду. Вот кто эти люди? Кто мог сказать, что они не переедут на ту сторону? На такой большой скорости, вместо того, чтобы оказаться на той стороне, вдруг оказались под водой. Вот она жизнь. Может быть, были мечты, планы, желания. Последнее, о чем думали, что не доживем до утра. Но вот она жизнь. Пар, являющийся на малое время. Дух Божий здесь. Его Слово здесь. Если вы желаете примириться с Богом, пусть Бог поможет вам и благословит вас. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за привилегию, за радость, Господь, знать Тебя, Твое Слово. Господь, благодарим Тебя за дары Святого Духа. Благодарим Тебя, Господь, за истинную Евангелие. Благодарим, Господь, за трезвый разум, Господь, за то, что Ты отрезвляешь нас, Господи, без исключения всех нас, Господь. Нету среди нас, Господь, кому бы не относилось Твое обличение, Господь. Мы все люди, и мы нуждаемся в Твоем искренном, чистом Слове, Господь. Говори к нам, Господи, и больше, еще больше. Только Твое Слово избавит нас и от пятен, и от пороков, Господь. Баней водной посредством Слова. Мы будем очищены, Господь. Будем угодны для Тебя, Отец Небесный. Отец, мы сегодня приходим в молитве, Господь. Мы молимся с теми, может быть, тех, кто Господь у экрана, которые никогда не молились. Господи, мы молимся этой молитвой, Отец. Если Вы перед экраном повторяете за мной, если Вы здесь в зале стесняетесь выйти, повторяйте за мной эту простую молитву. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за спасение, за Иисуса, за прощение грехов, за дар Твоей любви. Я прошу Тебя, Господь, прости меня. Ты знаешь, каждый мой грех. Я прошу Тебя, прости и очисти. Я верю, Иисус умер за меня и воскрес, чтобы меня оправдать. Я открываю мое сердце, я приглашаю Тебя, Иисус. Приди в мою жизнь. Стань моим Господом и личным Спасителем. Запиши мое имя в Твою книгу жизни. Дай мне познать Тебя, Твое Слово, Твою волю и служить Тебе всю мою жизнь по имени Иисуса Христа. Аминь. Если первый раз молились этой молитвой в взятом зале, или через интернет с нами, если у вас нету церкви, найдите церковь, посещайте, служите вместе с братьями, которые верят в Библию, которые живут по Слову и помогут вам возрастать в познании Господа. Аминь. Аллилуйя. О, Аллилуйя. Слава Господу. Вода на месте, так что будем принимать святое водное крещение. Можете, те, кто... Водное крещение, вы можете пойти переодеться. Вода есть, достаточно воды, слава Богу. Присядьте, пожалуйста, на несколько минут. Дни рождения, да? Выходите, как бы дни рождения, мы помолимся за вас. Благословим всех наших драгоценных именинников. Спасибо нашим переводчикам, которые переводили. Very hard job, я думаю. No, you did a good job. Спасибо. Надеюсь, что наши братья и сестры, кто не говорит по-русски, они что-то поняли из проповеди, благодаря нашим переводчикам. Это такая благословенная работа. Аллилуйя. Именинники, выходите, будем благословлять. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, братья и сестры. Happy birthday to you. Сейчас помолимся еще. У нас брат, которому исполнилось только 18, и он говорит, только цифры неправильно поставили. Мы очень рады, что вы с нами, что вы с Богом, ваша семья здесь. Слава Богу. Благослови Господь, чтобы еще и еще благословение приумножилось в вашей судьбе. Аллилуйя. Слава Богу за каждого именинника. Благослови Господь. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Господу. Так, 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 так. Аллилуйя. Прострите ваши руки, братья и сестры, помолимся, молитвы и благословения. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за каждое именинника, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за Твой народ, Господь, за эту духовную семью, Господь, за то, что эти прекрасные братья и сестры, Господь, однажды пришли в этот мир, однажды Ты им открылся, Господь. И они сегодня в доме служат Тебе, Господь. Своими дарами, Господь, в призвании, Отец. Пусть каждый из них, Господь, переживет полноту Твоих благословений, Господь. Восполни всякую нужду, Господь, по богатству славы Твоей в их жизни, Господи. В независимости от возраста, Господь, ведь я так много благословений для каждого, Господь. И пусть каждый в душе, Господь, молодеет и приближается к Тебе, Господь, с каждым днем. Благословляем, Господь, как церковь, благословляем, Господь, как служители Евангелия, Господь. Именем, который превыше всех имен, именем Иисуса, Господа нашего Спасителя, Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Хэппи бёрзды, поём. Хэппи бёрзды той ю. Хэппи бёрзды той ю. Хэппи бёрзды, братья и сёстры. Хэппи бёрзды той ю. Будьте благословены. Аллилуйя. Садитесь на свои места. Наше служение ещё не заканчивается. Сейчас у нас ещё будет благословенное водное крещение. Слава Господу. Аллилуйя. Чуть-чуть график сдвинулся, но это связано с тем, что у нас не такое служение, как каждую субботу. Поэтому благослови Господь. Я думаю, что это нормально. Может быть, пять минут перерыв, пока куда-то надо сходить, поздороваться. А мы потом, пожалуйста, вернитесь на свои места. Только недолго, пожалуйста. Быстренько. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» и нету дороги обратной. Пусть Бог даст вам силы. Слова, которые вы скажете, чтобы они были навеки, навсегда, частью вашей судьбы. Когда придет враг, когда придет испытание, когда придет искушение, помните день, когда вы обвенчались с небом, когда вы сказали Богу, я твой, я твоя навсегда и навеки. Потому что я ответила, ответила на твою любовь. Аллилуйя. Да поможет вам Бог сделать это искренне, сделать это серьезно. Отец Небесный, мы благодарим тебя. Мы благословляем, Господь, наших братьев, Господь и сестер, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благословляем, Господь. Мы просим, Господь, пусть твоя рука благодати и истины, рука милости, Господи, будет с ними, Отец. Прими это обещание. Прими, Господи, эти слова, Господь. Во имя Иисуса, Господь, пусть сегодня, Господь, всякое прошлое негативное останется в прошлом, Господь. Всякая сила ада и тьмы потеряет свою власть, и планы будут окончательно разбиты и разрушены. Только, Господь, твое видение, твой святой план, твое благословение от сегодня и впредь будут иметь право на эти жизни, Господь. Мы их благословляем и уверяем в твои святые божественные руки. Аминь. 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 Пожалуйста. Братья пойдут первыми. Сестры пойдут за ними. Поэтому, пожалуйста. Спасибо. Сестры пойдут за ним. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот момент, Святой. И мы просим Тебя, Отец, о Твоем присутствии, Твоем благоволении на это действие, Отец. Благодарим Тебя, Отец Небесный. Ты видишь каждое сердце, каждое решение, и Ты с искренним поступаешь искренне, по Слову Твоему. Мы воздаем Тебе хвалу, Отец, на этом месте. Мы благодарны Тебе, что Ты заключаешь с нами завет. И Ты никогда не изменяешь этому завету. Ты никогда не изменяешь. Тебе слава и честь во веки веков. Аминь. Тебе слава и честь во веки веков. Мираб, веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа, как твоего Господа и Спасителя? Верую. Обещаешь ему служить доброй совестью до конта твоих дней? Обещаю. По вере твоей и по твоему обещанию мы крестим тебя во имя Отца, Сына Его, Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь. Сына Его, Иисуса Христа и Святого Духа. Я говорю русский, поэтому мы будем делать это в английском. Мой брат Ахмед, вы верите в Иисус Христ как твоя личная Иисуса Христа? Да, я верю. Ахмедий. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры сделал DimaTorzok Иисуса Христа и Святого Духа Аминь 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 Продолжение следует... 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 Апостол Павел говорит в послании к римлянам... Продолжение следует... Продолжение следует... «... 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 «...»... «...»... «... «... «...»... «...» «...»... «...»... «...»... «...»... «...» «...» «...» «...» «...» «...»... «...» «...» «...» «А я в этот день пообещал Богу служить чистой, доброй совестью! Аминь!» Я помню свой день, прещение, 15 июля 1990 года! Аллилу! Легко запомнить, правда? Прямо середина лета. 15 июля, и вода, наверное, в два раза холоднее, чем здесь сегодня было. Хотя был июль, но такое бывает, видите, потому что мы на озере делаем. Но ничего, температура воды, поверьте, играет не самую важную роль. Температура сердца и разума играет важную роль. Трезвая голова и горячее сердце. Вот что надо для истинного верующего человека. Аллилуйя. Сердце полной любви и разум трезвый и свободный, здравомыслящий. Аллилуйя. Аллилуйя. У нас есть сертификаты. Мы хотим вам их торжественно вручить. Пастор Юрий, вручишь? Пожалуйста. Олена Павловска. Олена Павловска. Поздравляем вас. Вообще удивительно, сегодня у нас такой интернационал здесь. Обратили внимание? Олена Украинка, Маляка, кто, наверное? Узбечка. Поздравляем. Мария, Молдавия. Поздравляем вас. Василий. Поздравляем. Слава Богу. Мираб. Мираб тоже у нас, наверное, смесь. И грузины, и казаки, и турки. Расставляешь. Поздравляем. 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 Услышит это слово. Добрый и верный раб. Да будет это в их жизни. Мы благословляем. Мы благословляем их на это. На служение тебе, чтобы ты сохранил их в это тяжкое время, Господь, для своей славы. И не только сохранил, но сделал их каналами, Господь. Чтобы многие люди могли через них увидеть свет Евангелия, Господь. И свет твоего спасения. Мы просим и благословляем и передаем их твоей благодати, которая и сможет совершить это в их деле, в их жизни, во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены. И одно объявление по поводу сегодняшней полуповеди, вы слышали, в практических вещах, необходимое. Любая одежда, женская, мужская, детская, только не рваная, не грязная, мы хотим это отправлять в Доминиканскую республику и детские дома, очень большая нужда. Я знаю, что в четверг ко мне приходили, подходили люди пару четвергов назад и говорили, куда девать эти вещи. Послушайте, я вас только очень прошу, привозить будете сюда в церковь, обращаться к Зое. Зоя, выйди сюда, чтобы все могли увидеть. Детская, мужская, женская, любая. Любая одежда. И она будет забирать. Пожалуйста, я вас очень прошу, не приносите ни одной вещи в офис. У нас там идет ремонт и так далее, и так далее. У нас там абсолютно нет места. Если вы хотите принести, принесите сюда, здесь будут забираться. Спасибо. Да. То есть, чтобы вы сюда не приносили и не складывали где-нибудь, подходите к Зое. Можете дать свой номер телефона сейчас. Если кто хочет, запишите, пожалуйста, мой номер телефона 201-210-9620. Спасибо. Все, будьте благословенны, благословляйте друг друга. Божий мир пусть будет. Шалом. С вами и вашими семьями. Амин. С вами и вашими семьями.